Девушки отдыхают Это памятник легендарному дракону-живоглоту, который, согласно древней легенде, захватил город и пожирал людей. Но легендарный король Крак освободил город, победив дракона. И да, друзья, мы в Кракове! Субтитры создавал DimaTorzok Старинный город, словно сошедший с иллюстраций к сказкам. Краков недаром считается одним из самых популярных и любимых направлений у туристов со всего мира. Мы расскажем тебе, что обязательно стоит посмотреть в Кракове и какая история скрыта в его средневековых закоулках. По легенде, название города происходит от имени его предполагаемого основателя, князя Крака. Согласно древнейшему сохранившемуся варианту этой истории, в окрестностях города появился дракон, глотавший своих жертв заживо. Раз в неделю дракону надлежало приносить в жертву овцу. Если же он не получал ее, то пожирал людей. Чтобы спасти город от чудовища, Крак послал двух своих сыновей убить дракона. Победить змея в поединке сыновья не смогли, но одолели чудовище хитростью, набив шкуры овец тлеющей серой. Проглотив это чучело, дракон и задохнулся. Сейчас на предполагаемом месте драконовой ямы стоит шестиметровая бронзовая фигура чудовища. Каждые 15 минут из его пасти вырывается пламя. Скульптура – одна из наиболее посещаемых в Кракове достопримечательностей. Поэтому несколько лет назад муниципалитет модернизировал ее. Теперь за небольшую плату каждый желающий может заставить дракона дышать огнем с помощью СМС. Хотя легенда о Вавельском драконе кажется абсолютно фантастической, она содержит отсылки к реальным обстоятельствам. Считается, что история была выдумана древним правителем города для сокрытия убийства одного из его сыновей другим. А фигура самого легендарного Крака – аллюзия на Тиберия Гракха, жившего во II веке древнеримского политика, прославившегося социальными реформами и заботой о простых гражданах. Что же датапонима Краков, то весьма вероятно, что оно связано с населяющими местные леса воронами, называющимися в польском и многих других славянских языках «круками». Так или иначе, археологи находят на территории Кракова следы поселений, основанных задолго до первого упоминания города в летописях. А так называемые курганы Крака и Ванды по одной из версий служат астрономическими ориентирами и связаны с культурой кельтов, как известно населявших эти земли в первом тысячелетии до нашей эры. Более знакомый нам Краков появляется на политической арене Европы в XI веке после Рождества Христова, после установления Краковской епархии. Именно тогда он становится важным центром духовной и монаршей власти. В 1038 году польский король Казимир сделал Краков столицей своего государства. С этого времени на Вавельском холме возникает множество каменных построек, сооружаются оборонительные укрепления. Краков становится одной из главных резиденций польских королей из династии Пястов и постепенно превращается в главный из пястовских городов. В XIII веке Краков был до основания уничтожен татаро-монголами. Для восстановления города тогдашний правитель Болеслав Застенчивый наделил его магдебургским правом, облегчившим финансовое положение горожан, а также издал указ о централизованной застройке Кракова. Так в 1257 году был заложен сохранившийся до сих пор план средневекового города, ориентированного на свободную торговлю. Отличительной чертой застройки Болеслава стала крупнейшая по тем временам в Европе торговая площадь. В 1333 году в Кракове короновался Казимир III, который внес огромный вклад в развитие своей столицы. Вскоре после коронации для защиты южной части Кракова он основал городок, названный в его честь Казимеж, а на вершине Вавельского холма построил готический замок. Под патронатом Казимира Краков становится центром не только исполнительной, но и судебной власти. А в 1364 году по его указу основывается Краковская академия. К концу XVI века королевская резиденция пришла в упадок. На время реставрации дворца король Сигизмунд III, тогдашний правитель Польши, перенес королевский двор в Варшаву. Однако вернуться в Краков Сигизмунд не пожелал. Так в 1610 году начинается запустение Кракова, наибольшего масштаба достигшее в середине 17-го столетия, когда черная оспа, наводнение и осада шведских войск практически уничтожили город. Однако именно смещение политического акцента позволило Кракову сохранить дух Средневековья, который сегодня служит его главной изюминкой. С тех пор перед лицом масштабной катастрофы Краков оказался лишь однажды. Случилось это во время Второй мировой. Отступая, оккупационные войска заминировали практически все памятники истории и архитектуры. Краков ждала судьба Варшавы, где при освобождении была уничтожена львиная доля достопримечательностей. Однако благодаря совместной операции польского подполья и советской армии абсолютное большинство памятников удалось спасти. Рыночная площадь находится в историческом центре Кракова. Здесь с удовольствием любят гулять как горожане, так и туристы. Хоть от многочисленных торговых рядов осталось одно лишь название, сегодня тут так же многолюдно, как и в древние времена. Здесь назначают свидания и просто отдыхают. Рыночная площадь находится в самом центре Кракова, а значит отсюда удобно знакомиться с городом. Здесь собрано множество исторических достопримечательностей. Одним из самых заметных является здание Суконные ряды. Так называется торговая галерея, которая появилась еще при правлении королем Болеславе V. На протяжении последующих столетий здание неоднократно перестраивалось и обрастало разными декоративными элементами – арками, нишами и колоннами. Свой современный облик сооружение приобрело в конце 19-го столетия. Когда-то это был крупный центр международной торговли. Здесь встречались странствующие купцы, чтобы обсудить дела и обменяться товарами. Во время своего расцвета в 15-м веке Суконницы были источником экзотического импорта с Востока – специи, шелка, кожи и воска. В то время как сам Краков экспортировал ткани, свинец и соль. Другие подобные суконные залы существовали в других европейских городах, таких как Ипор, Брауншвегия и Влицсе. После переноса столицы в Варшаву, раздела Польши и других неблагоприятных для краковчан событий, ряды пришли в упадок. Однако успешная реконструкция суконных рядов по проекту Тома Шапрелинского была одним из самых заметных достижений периода возрождения польской государственности в 19-м веке. На протяжении веков здесь проводились роскошные балы в честь почетных гостей, высокопоставленных лиц и даже монархов. Поляки придерживают эту традицию по сей день. Так уже в 21-м веке тут принимали Чарльза принца Уэльского и императора Японии Акихито. Помимо своей исторической и культурной ценности, зал до сих пор используется как торговый центр. Весь первый этаж занимают многочисленные магазинчики с очень разнообразным ассортиментом товаров, украшениями и утварью работы местных мастеров. На втором этаже выставляет свою коллекцию Национальный музей. Его богатейшая коллекция отображает культурное достижение Польши. Помимо исторических артефактов и произведений народных умельцев, тут представлены на обозрение полотна знаменитых польских художников. Всего в музее представлены четыре экспозиции, отражающие разные вехи истории романтизм, просвещение, современное искусство и историческое прошлое. Еще в начале 19 века на рыночной площади находилось полноценное здание ратуши, которое было построено в далеком 14 веке. Но из-за ветхости здание пришлось снести, удалось исцелеть только башне. В 60-х годах провели ее реконструкцию и сейчас она функционирует как музей. Высота башни достигает 70 метров, а на высоте 50 метров находится смотровая площадка. С нее открывается потрясающий вид на старый город. Сама башня также имеет не совсем оригинальный вид. После удара молнии в 17 веке готический шпиль, венчавший строение, заменили на барочный шлем. Так называется четырехугольный стрельчатый купол. Башня ратуши в сегодняшнем виде идеально вписывается в образ Кракова, воплощающая в себе его историческое прошлое и пользуется популярностью у тысяч туристов, ежегодно приезжающих в древнюю столицу Польши. Продолжение следует... Также в центре старого города находится Флорианская улица. Ее протяженность чуть более 300 метров. Застроена она живописными особняками, выполненными в стиле ренессанс, барокко и классицизм. Ранее здесь проживали только представители знати. Свое название эта улица получила из-за старинной оборонительной башни, которая ранее являлась входом в город Флорианские ворота. Здесь каждое строение имеет свою богатую историю и интересную легенду. Сегодня здесь для туристов открыта масса магазинчиков и сувенирных лавок. Примечательно, что название улицы не менялось с самого ее возникновения. Пройдя по ней до конца, мы непременно выйдем к еще одной достопримечательности Кракова Флорианским воротам. В 13 веке по приказу князя Лешика Чарного вокруг Кракова начали возводить каменное оборонительное заграждение. Спустя несколько столетий город был полностью окружен неприступной стеной. Она имела ни много ни мало 47 башен и 7 въездных ворот. Все ворота постоянно охранялись солдатами, а на ночь надежно запирались. Флорианские ворота были одними из важнейших, так как именно через них пролегал путь к замку. В начале 19 века австрийские власти решили снести оборонительное заграждение города. Лишь профессор Ягеллонского университета Феликс Радванский выступил в защиту этого исторического памятника. Он убедил влиятельных чиновников, что стены надежно защищают город от северных ветров, которые, как тогда верили, несут с собой простуду и прочие болезни. А если заграждения не будет, то всем жителям, в том числе и женам этих чиновников, придется не сладко. Сегодня Флорианские ворота относятся к значимым достопримечательностям города. Это самые старые, запирающие ворота Кракова. Высота башни без малого 35 метров. На северной стене выложен герб с изображением белого орла. С южной стороны рельеф с изображением святого Флориана, покровителем и защитником города от пожаров. Чуть поотдаль от Флорианских ворот громоздится еще один фортификационный элемент средневековья, доживший до наших дней. Краковский Барбакан архитектурный памятник 15 века. Это самая северная часть оборонительной стены вокруг Кракова, которая была снесена еще в 19 веке. Он защищал вход в город через Флорианские ворота. Барбакан оснащен 7 дозорными башнями и 130 бойницами. Толщина стен достигает 3 метров. В наше время здесь расположен филиал Краковского исторического музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гуляя по городу, я решила посетить книжный магазин. И вообще хочу отметить, что здесь их большое количество. И лично меня приятно удивляет то, что популярность их не падает. Ведь внутри всегда много людей. В качестве сувенира для своего мужа я решила привезти книгу о живописи. тем более, что цена привлекательная около 10 долларов. Телеф. 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 Палит. Краковские плянты Краковские плянты Парковое кольцо тянется на целых 4 километра, а общая площадь составляет 20 гектар. В любую погоду плянты по-своему неповторимы. Молодая зелень весной, живительная прохлада летом, густая листва прекрасно защищает и от мелкого дождя. Хороши романтические прогулки плянтами и в холодное время. Осенью по ковру из пестрой листвы, зимой по заснеженным тропам. Здесь можно расслабиться и гулять, гулять, гулять. А знали ли вы о том, что население в Польше составляет более 38,5 миллионов человек? Это страна с самым большим католическим населением в Центральной Европе. Польша – мононациональная страна. 98% жителей в ней составляют поляки. Большинство представителей старшего поколения понимают русский язык, так как он был обязательным в школе. Но в 90-х годах он считался как насильственно навязанным, и его обучение прекратилось. И лишь только в недавнее время русский снова стал приобретать свою популярность. В Польше категорически запрещены аборты. Также запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах. За этим тщательно следит полиция. А за распитие алкогольных напитков на ходу штраф может увеличиться в несколько раз. По другую сторону от рыночной площади расположен главный холм, с которого началась история Кракова – Вавель. Его украшает одноименный архитектурный комплекс. Жемчужиной этого средневекового комплекса является Вавельский замок, заложенный Казимиром Третьим. Замок Вавель величественно возвышается над Вислой вот уже почти тысячелетия. За свою долгую историю он был свидетелем множества исторических событий, пережил десятки войн, пожаров, разрушений и перестроек. Ведь в конце десятого столетия он был центром политической и духовной власти государства. Сегодня замок Вавель является главной достопримечательностью Кракова и Польши в целом. К центральному входу замка ведет пологая вымощенная дорога, а слева на стене находятся таблички с именами тех, кто оказывал финансовую помощь в восстановлении этого национального достояния. У входа гостей встречает конный памятник, предводителю восстания 1794 года Тадеушу Костюшко. С этим монументом связана интересная история времен Второй мировой. Во время оккупации в замке располагался немецкий штаб, а памятник был уничтожен. По окончанию войны в Германии отлили копию уничтоженного монумента и привезли в Вавель. Однако, если со внешностью народного героя проблем не было, то коня немецкий скульптор отлил не скупясь. Краковцы шутят, что конь неплохо отъелся в немецком плену. Эффектный вход через гербовые ворота введет на главную дворцовую площадь. Отсюда можно попасть в кафедральный собор, где много веков проходили коронации на польский престол и погребены останки польских монархов, кафедральный музей, а также к открытым для обзора фундаментам средневековых построек. Также с дворцовой площади можно пройти в Королевский двор с ведущими отсюда входами в Королевские палаты, сокровищницу и оружейную. КОНЕЦ Рядом с Вавелем находится Аллея звезд. Здесь расположены доски со звездами и отпечатками рук знаменитых режиссеров и музыкантов. Червенский бульвар, где разбита Аллея, был выбран не случайно. В связи с близостью Вавеля и старого города, он является одним из самых популярных среди местных жителей и туристов мест отдыха. Именно тут ежегодно проводятся краковские народные гуляния под названием «Вянки» – местный аналог Ивана Купала. В середине века на территории Червенского бульвара располагались пивоваренные заводы и дома рыбаков. Позднее, в XVIII-XIX веках, здесь были загородные дома, характерной для Кракова деревянной архитектуры. И хотя некоторые постройки еще сохранились, с начала XX века место было отведено под рекреационную зону. Идея разместить тут Аллею звезд возникла в 2008 году. По инициативе одной из местных радиокомпаний и при поддержке городских властей, разные знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней в памятных плитах. Первой селебрити, удостоенной своей звезды в Кракове, стала канадская певица Селин Дион. С тех пор Аллея регулярно пополняется новыми звездами. Свои имена тут оставили британский актер Тим Ротт, польский режиссер Аджей Вайда и французский Люк Бессон. Также были установлены памятные звезды Майклу Джексону и Элвису Пресли. Благодаря фестивалю независимого кино, который ежегодно проводится в Кракове, коллекция активно пополняется. Краков славится большим количеством изделий из янтаря. В качестве сувенира вы можете привезти какой-нибудь из украшений. Вот, например, сережки стоят 1450 злотых. Это примерно 350 долларов. А вот эта вот каретка вам обойдется в 10 тысяч долларов. За настольную лампу вам придется выложить 2500 долларов, а персни вам обойдутся в 800. В качестве сувенира в Кракове обычно покупают кукол в национальных костюмах, украшенную резьбой по дереву утварь, изделия из глины и кованые, посуду из янтаря и серебра ручной работы, ковры и различные изделия из стекла. Особым интересом у туристов пользуются также буральские изделия. Это такой обособленный этнос, живущий преимущественно высоко в горах. Лучшим подарком из Кракова для женщин станут украшения с кораллами или янтарем, а также ювелирные изделия из серебра. Среди лавок в старой части города немало антикварных магазинчиков. Лучшие из них расположены в районе Платан, возникший на месте древней крепости. Путешествуя по странам, я люблю пробовать разное мороженое. Ананас. Отлично. Пусть нам. Пусть нам. Очень круто. Это река Висла, самая длинная река в Польше. Ее протяженность составляет 1047 километров. Своё начало она берет в горном массиве Западных Карпат и впадает в Балтийское море. Протекает Висла через несколько крупных городов Польши, в том числе через Краков и столицу Варшаву. Висла – вторая по величине водозабора река, впадающая в Балтийское море. Она судоходна и является важной экономической артерией страны. Именно с Кракова начинается полноводная, пригодная для навигации часть. Берега Вислы непрерывно заселены людьми уже 3500 лет, а название древнее любого из европейских языков. Краковчане так любят свою реку, что назвали в ее честь футбольный клуб, выступающий в высшей лиге и являющийся одним из самых старых клубов Польши. Пешеходный мост через Вислу связывает районы Подгуже и Казимеж. Он построен в 2009-2010 годах по проекту мастерской профессора Анджиа Геттера. По мосту также могут двигаться велосипедисты. Имя моста присвоено в честь монаха Ордена Бонифраторов Лаэтуса Бернатко, инициатора постройки госпиталя Бонифраторов. Украшают мост девять скульптур работы Ежи Кензер, которые подвешены на тросах и составляют композицию между небом и водой. От ветра и движения пешеходов скульптуры качаются, но уверенно балансируют на грани, кажется, невозможного состояния. В Польше есть несколько слов, которые очень схожи с русскими, но имеют совершенно другое значение. Вот, к примеру, склеп. Склеп в Польше означает магазин. Овощи совсем не овощи, а наоборот фрукты. Уродливо означает красивая. Особенно не повезло девушкам с именем Таня, ведь Таня в Польше означает дешевый. Если вы увидите вывеску «Таня одежда», это совсем не упоминается о какой-то Тане. Это означает «дешевая одежда» или, как у нас принято, «second hand». В исторической части Кракова находится еврейский квартал Казимеж. Начиная с 16-го столетия и до оккупации Польши во Вторую мировую войну, здесь проживала еврейская община. Казимеж ранее был отдельным городом, и в 19-м веке он стал частью Кракова. В этом историческом квартале находится Казимежская городская ратуша, еврейская гимназия, синагоги, а также множество еврейских магазинчиков, баров, ресторанов и отелей. Поляки и евреи всегда жили по соседству. Исторически эти два народа связывала общая судьба. Казимеж – наглядный тому пример. Синагог здесь больше, чем католических костёлов. Без тени смущения можно назвать Казимеж духовным центром краковских евреев. Помимо синагог здесь расположены старые кладбища, еврейская гимназия, центр еврейской культуры. Ну и, конечно, несметное количество колоритных ресторанчиков, магазинов и мини-отелей в традиционном антураже. Тут мало архитектурных излишеств, но очень атмосферное. Улица Шерока – центр старинного еврейского квартала. Это сердце Казимежа. В районе очень много приятных кафе и баров, но на этой площади они просто в каждом доме. Если по какой-то причине в доме нет кафе, там обязательно будет отель или магазин. Никаких неоновых вывесок, все стилизовано. Так и ждешь, что внутри за прилавком стоит старый корабейник, сошедший со страниц рассказов «Шалом Алейхема». Казимеж входит во все основные экскурсионные маршруты по Кракову, уступая по популярности разве что Вавилю. Однако маленькие улочки и уютные дворики совсем не то, зачем стекаются сюда толпы посетителей. На фоне старого города место выглядит довольно невзрачно. Почти без архитектурных изысков район скорее напоминает типичные рабочие предместья. Но именно эти невзрачные декорации послужили для одной из самых тяжелых трагедий польского и еврейского народов. В мае 1942 года на одной из площадей города было образовано гетто, куда согнали более 4 тысяч евреев для дальнейшей транспортировки в концлагеря. В 2005 году на этой площади установили памятник в виде рядов стульев, который символизирует выброшенную мебель во время нацистских погромов. В период фашистской оккупации краковские евреи пережили страшнейшее уничтожение. В стенах гетто, где до войны проживало 3 тысячи человек, были размещены около 20 тысяч человек. По мнению правительства гитлеровской Германии, в каждой квартире должно было проживать минимум 4 еврейские семьи. В марте 1943 года нацисты провели окончательную ликвидацию гетто. Часть его населения была отправлена на принудительные работы. Остальные были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Прямо на улицах города в тот день было убито около 2 тысяч мирных граждан. На площади установили 33 железных стула высотой 1,4 метра и еще 37 стульев поменьше по периметру площади и на трамвайных остановках. Каждый стул символизирует тысячу евреев, живших в Кракове до войны. Стулья были выбраны потому, что перед выселением из домов немцы выбрасывали на улицу всю мебель, чтобы никто не смог спрятаться. Возможно, многие из вас видели фильм «Список Шиндлера». Так вот, в Кракове находится та самая печально известная фабрика эмали Оскара Шиндлера, на которой разворачивались события фильма. Несмотря на все незгоды, выпавшие на долю этого прекрасного города, Краков является одним из наиболее интересных и современных городов Польши. Его средневековый антураж не мешает краковчанам принимать активное участие в научной, культурной и политической жизни современной Европы. Неспроста в 2010 году город стал одним из центров сообщества знаний и инноваций Европейского института инноваций и технологий. Промышленный и научный потенциал города привлекает сюда не только туристов, но и представителей мировой экономики. В городе представлено около 50 крупных транснациональных компаний, среди которых такие гиганты, как Google и IBM. Тем острее ощущается контраст и ярче прорисовываются образы этого прекрасного, гостеприимного города, пронизанного духом истории и свободы. Разумеется, в рамках одной передачи невозможно перечислить и передать все тайны, которыми делится Краков со своими посетителями. И лучшее, что мы можем посоветовать вам – посетите Краков. Он с нетерпением ждет вас к себе в гости. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.